Приветствую всех. В российских соцсетях паника. Госдума России приняла закон об отключении русского интернета от глобальной паутины. Давайте посмотрим, что эти уроды приняли. Госдума приняла первую чтение законопроект об устойчивости работы Рунета в случае его гипотетического отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. Авторы законопроекта объясняют его необходимость в принятой в сентябре стратегии национальной кибербезопасности США, в которой Россия перечисляется в числе угроз. Речь не идет об изоляции. Речь идет о том, что если вы и те пользователи, с которыми общаетесь, или те компании... Ну, падаль госдумовская улыбается. Речь идет не об изоляции. И, кстати, одним из авторов этого закона является Андрей Луговой. Это убийца Александра Литвиненко, на которого выдан ордер на арест в Лондоне, чтобы вы знали. Ну, такая падаль сидит вся, и эта падаль, естественно, боится потерять власть. Они боятся, что их будут вешать на столбах, поэтому всякими путями пытаются удержать свою власть. Ну, один из методов это давление на демократию, на свободу слова. Но, поверьте, у них ничего не получится. Я вам говорю, у них не то, что у этих подонков ничего не получится. В глобальной системе у них этот контроль, вот эти давления на свободу слова, все будет обречено на провал. Ну, вот посмотрите, я многое уже напророчил, и все, кстати, о чем я говорю, сбывается. Вот эти ублюдки, кто будут заниматься этим, как сказать, ограничением, отключением, это падаль, которая работает в российском филиале МОСАДА. Ну, вы знаете, российским филиалом МОСАДА я называю ублюдков из ФСБ. Эти ублюдки могут только убивать, воровать и вывозить ворованное в центры сионизма. В Америку, в Лондон, в Швейцарию и в Израиль. Больше они ни на что не способны. Эта идея, их затея обречена на провал. Так же, как, посмотрите, репрессии устраивает сегодня Эрдоган, так же, как ограничение интернета в Китае вызывает экономический просто обвал. Турция обваливается, экономика Турции разрушается. Эрдоган там кончает эту экономику. Китай пытается поддержать из последних сил, ну, опять же, Китай, это Ротшильды, управляющие Китаем, пытаются поддержать экономику путем экспорта китайцев в другие страны. Понимаете, вот это все, я вам говорил по указанию Ротшильда, экспортируются китайцы, как сказать, для установления мирового порядка. Порядка, еще одна цель, это сбор денег со всего мира для поддержания китайской экономики. Потому что она в полной жопе. Запомните, никогда ни одна диктатура не ведет к процветанию и развитию экономики. Ну, если Китай может еще, так сказать, экспортировать своих рабов в разные страны, вы видите, наверное, вся Россия заселена китайцами. И китайцы вывозят добро из России в Китай. Европа заселена китайцами. Здесь китайцы тоже скупают, продают деньги наличными, потом в контейнерами отправляются в Китай для поддержания экономики. Сырье и ресурсы китайцы вывозят из Африки. Китайцы оккупируют Латинскую Америку и США. Все это делается для того, чтобы поддержать падающую, умирающую китайскую экономику. И в Китае, кстати, уволено, вот недавно буквально было, около двух миллионов шахтеров и металлургов. Несмотря на все, что они делают, все равно падает. Если представители российского МОСАДа и кремлевской синагоги вздумают отключить интернет, все, будет обвал. И запомните, народ выйдет на улицы и все депутаты Госдумы будут висеть на кремлевских башнях. Ну или рядом с кремлевскими башнями. Потому что не хочу искать это видео. Оно сейчас облетело интернет. Вы видели, как люди становятся в очередь за просроченными продуктами, которые выбрасывают на мусор. Вот такое будет поголовно. Вот такое будет в Москве и в Санкт-Петербурге. Если только они задумают осуществить эту идею отключения интернета. И я вам скажу, что... покажу, с чем они борются. Вот, давайте посмотрим. Во время ежегодного обращения к Конгрессу США Дональд Трамп заговорил о социализме. И этот момент многим. Это все связано. Чего они боятся? Дело в том, что люди... Ну, давайте немножко о своем репертуаре. Дело в том, что в Америке и в России смотрят видео Осиевского Вячеслава о народовласти. И мои идеи распространяются как в Америке, так и в России. А как сказал великий друг всех антисемитов Карл Маркс, идея распространенная среди народов становится материальной силой. Что подразумевает идея народовластия, вы уже не раз слышали, я об этом говорил, повторяться не буду. Но людей возмущает распределение доходов. Потому что людям уже не нравится то, что жирные еврейские банкиры или олигархи или кремлевские сатанисты имеют по 20 замков, по 40 автомобилей, по 15 частных самолетов. А вот какая-то часть населения идет, огромная, скажем, часть населения идет на мусорке для того, чтобы там найти себе еду. Назревает бунт. Понимаете? И вот это все методы, они ищут, что же сделать, чтобы неизбежный этот бунт против вот этого расслоения общества остановить. Но я вам говорю, у них ничего не получится. И смотрите, вот даже Трамп уже понимает и говорит о социальной стране. Им запомнится надолго. Америка никогда не будет социалистической страной. И еврейский конгресс хлопает. Категорично, согласитесь, и это не первый раз, когда Трамп вспоминает о социализме. Все народы мира должны противостоять социализму. Видите, что говорит Трамп? Кого он считает за народ? Я не считаю Трампа за народ. Народ, вы понимаете, люди видят несправедливость распределения доходов от того, что мы производим во всем мире. И, конечно, вот такое недовольство растет по всему миру. Вот я вам покажу еще результат влияния моих видео на Францию. Вот, пожалуйста, вам Франция. Антисемитизм – это яд. Он отравляет, убивает. Такие слова прозвучали из уст министра. Ну, Франция конкретно тут уже бунтует. Смотрите, что говорят люди во Франции. Акции антисемитского характера, произошедших в столице и пригородах в минувшие дни. Евреи на немецком, Макрон и еврейская марионетка. На витрины ресторанов и фан... На витринах ресторанов пишут. Макрон, еврейская марионетка. Слушаем еще. Не, евреи на немецком, Макрон и еврейская марионетка. На витрины ресторанов. Разрисовали весь Париж. А как же? А как хотели? А Путин... И Путин еврейская марионетка, и Трамп еврейская марионетка. И все это видят, что все блага в руках еврейских олигархов, в руках еврейских финансовых кланов. А все остальные народы, вот как в России, едят просроченные продукты, которые выбрасывают из супермаркетов на мусорки. Ну, процентов 20 людей уже питаются с мусорки. И это не только в России, это, я вам скажу, и в благополучной Европе. Ну, я не хотел такие видео снимать, это людей раздражает. Но если вы постоите в субботу, в воскресенье супермаркеты не работают, подойдите к любому супермаркету, когда он перед его закрытием, часов 9. И вот до понедельника супермаркет закрывается, люди уже знают. И в субботу вечером работники супермаркета собирают эти все уже продукты просроченные, собирают в кульки, там это, и выносят, и выкидывают мусорки. И уже стоит очередь. Это я в Барселоне вижу возле каждого супермаркета. Люди, конечно, это все надо менять. Конечно, это будет все изменено. И, конечно, они не смогут, вот что бы они ни делали, ну, даже если не отключат интернет, мы сами его потом включим. Без них. Выйдем на улицы, зайдем в Кремль, найдем всех этих операторов, и это самое, оденем оператором всех этих сервисов и соцсетей петли на шее, и будем ставить условия. Или включаешь, или сейчас будешь висеть, как новогодняя игрушка на елке. Я уверен, в этом затея их с отключением интернета обречена. И обречена, как в Китае, обречена, как в России, обречена и во всем мире. Включайтесь в борьбу, занимайтесь политизацией населения, не бойтесь ничего, преодолейте страх, победа будет за нами. Запомните, это говорю вам я. Всем удачи, с вами был Вячеслав Васильевский.